Деньги 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 Я не верю в принципе. Я не верю, потому что я не либерал и никогда им не стану. А также потому, что живу в другой реальности. Деньги 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 Мне почему-то даже кажется, что Путин не может склониться к мнению Глазьева, Рогозина, Михалкова и Медицкого. Мне кажется, что мне вот эта истерика, это вполне реально. Абсолютно реально. Я попробую обосновать с точки зрения каких-то таких философских глядов. Дело в том, что Путин вообще-то, давайте так удивительно я сейчас скажу вещь, но он в некотором смысле вырос из либеральной среды и пытался быть либералом. Все свои 14 лет он говорил, но не вышло. Я с вами. Кто первый, собственно говоря, позвонил после 11 сентября 2011 года Обама? Был Путин. Буш, Буш, да-да. Извините, да, конечно, Буш. Кто разместил моментально после этого военные базы на территории России? Путин. И очень долго Путин действительно пытался играть Западом как равноправный партнер и строить либеральную экономику. Но его обида в том, что его так и не приняли в полноценный клуб, оказалась настолько велика, что если Запад сейчас так и не поймет... Пережмет, если пережмет, то действительно может все закрываться. И действительно экономика закроется. Станет ли она от этого лучше? Вряд ли. И на этой почве начнут расти страшные конспирологи. Да, давайте перейдем, так сказать, от просто странных идей к уже окончательно сумасшедшим. Ну, на самом деле, конечно же, конспирология, как мне кажется, у нас в крови. И эта неделя была особенно богата на различного рода теории заговора. Вот с некоторыми из них я хочу вас познакомить. Во-первых, в понедельник, как вы знаете, фондовый рынок России рухнул. Он рухнул, безусловно, на новостях о том, что за выходные, а точнее в субботу, Совфет одобрил введение российских войск в Украину. И, собственно, поскольку был выходной, рынки не могли это отыграть. В понедельник мы увидели серьезнейшее падение. Во вторник рынок, между прочим, отыграл часть своих потерь. Но тут началось. А именно, блогеры наперебой стали рассказывать о том, что все это было сделано конкретно, специально, с целью изменения структуры собственности российских активов. Я сейчас расскажу, что имеется в виду. Вот объем фрифлоута, это свободно обращающиеся акции российских компаний, составляет примерно 25%. Где-то порядка чуть больше 200 миллиардов долларов. И большая часть этих активов до падения принадлежала иностранным фондам. Примерно треть американским, где-то треть континентальная Европа и около четверти Великобритания. Так вот, после того, как все упало, во вторник российские байеры кинулись и все это по дешевке скупили. И, между прочим, не только с целью заработать на этом денег, как могло бы показаться, но и, конечно, для того, чтобы контролировать акции крупнейших российских компаний. Национализировать окончательно. То есть за понедельник произошла национализация? По сути, да. А кризис на Украине тоже был ради этого устроен? Ну, может быть, я, честно говоря, вот такого абсурда, как то, что сам кризис на Украине был тоже устроен только ради того, чтобы получить контроль над российскими компаниями обратно, я не видела, скажу честно. Но вот эти тайминги, что Совет проголосовал вдруг неожиданно именно в субботу, когда у рынков не было возможности отыграть, вот это да. А что, ты веришь сама? А что говорят специалисты? Вы знаете, я бы не верила, если бы не один такой маленький нюанс. Трейдеры со мной согласны, точнее, с этой теорией. В частности, да, Сергей Лукьянчиков из Атона говорит, что очень даже может быть. Послушаем. Мы видели, как некоторые западные хедж-фонды достаточно активно шартили, даже несмотря на падающий рынок, да. И русские, скажем так, если можно сказать, сенсациональные клиенты подбирали наиболее ликвидные имена, это там «Газпром», «Сбербанк». Вот. В общих чередах, наверное, можно так сказать, да. То есть, действительно, там, большей части наши покупали клиенты, я имею в виду, российские, крупные. Вот такая вот история, друзья. Да, нет, здесь у меня, конечно, возникает вопрос. Просто, если хоть один человек, который знал о том, что будет в субботу, о том, что будет приниматься это решение, ну, хотя бы где-нибудь в половину шестого вечера в пятницу, и успел ли он, например, что-нибудь зашартить, потому что это было бы, конечно, просто гениально сыграть. А главное, успел ли он уже уехать эти деньги? Что-то мне подсказывает, что такие люди были. Да. Что-то мне подсказывает, что, зная наши реалии, такие люди действительно были. Слушайте, а какую скидку можно было получить, это если рынок рухнул на 14%, 10-14%, то есть примерно 30 миллиардов, ребята, сэкономили, да, на вот этом падении, купили на 30 миллиардов дешевле, чем могли бы заплатить, если бы покупали без такой паники, да? Вопрос, зачем? Вот зачем? А помните историю несколько недель назад, когда «Газпром» объявил «байбэк», собственно говоря, покупку акций обратно? Не удивлюсь, если, собственно говоря, вот ВТБ и, там, не знаю, Сбербанк собирал назад акции «Газпрома» с рынка. Тем более, что перспективы «Газпрома» довольно неплохие выглядят в всё равно условиях международных акций. Но, с другой стороны, вообще, зачем, ну, что там, зашартить, как-то продать и на этом заработать, я ещё могу себе представить, но вообще идея, что вот мы сейчас с помощью вот этого обвала вернём контроль над российскими компаниями, смысл-то в этом? Сэкономить деньги, нет. Нет, ну хорошо, пожалуйста, ну, да, устройте национализацию и всё, зачем все эти сложные... Подождите, если придерживаться той теории, о которой мы только что говорили, да, что мы уходим вообще, в принципе, в другие вообще реалии, что мы вообще, в принципе, собираемся уходить от рыночной экономики, что нам вообще вот это всё неинтересно. Что если вдруг одной из санкций будет запрет на листинг российских компаний, например, на лондонской бирже, да, ничего страшного, New York Stock Exchange, да нафиг он нам нужен вообще, да, это абсолютно ерунда. Так если вот в таком, в такой парадигме, да, рассуждать, то вполне возможно, почему бы нет. Слушайте, ну ещё была теория заговора, что всё это было ради того, чтобы газотранспортную систему Украины... Сейчас идёт речь о том, чтобы продать по дешёвке Западу. Сейчас я вам про это расскажу. Действительно, существует ещё одна потрясающая совершенно теория о том, что исполняющий обязанности президента Украины Турчинов подписал предварительное соглашение в присутствии послов США, Германии и Польши. И это, конечно, соглашение об экономической помощи со стороны МВФ. И в том случае, если действительно эта помощь будет оказана, он обещал газотранспортную систему Украины безвозмездно передать «Шеврону». Слушайте, я подожди, извините, это металлургические компании. Я уже перестал понимать, это «Шиза» или реальные новости? Нет, мы тоже, мы тоже хотели бы это объяснить, собственно говоря, для чего мы здесь и собрались, друзья. Вот, Мариупольский, Запорожский, Днепропетровский металлургические комбинаты, 50% акций уходят немцам. Значит, что мы ещё тут имеем? Угольные производства, Донбасса тоже уходят немцам. Хорошая перспектива открывается перед этими заводами, я должен сказать. Прямо встают и уходят. Прямо встают и уходят. Слушайте, ну, это уже попахивает, конечно... Ну и, конечно же, вы сами понимаете, что и там же, конечно, НАТО уже на мягких лапках подкрадывается к Украине. Вот когда вот так всё и случится, вот тогда мы и поговорим. Вот увидишь, Слава, всё так и будет. Шеврон получит трубу, немцы получат металлургию, а базы НАТО будут прямо под Харьковом. Ну, а мы Крым. Вот это страшный сон. Страшный сон. С сладными билетами от государства. Да, да, ну хорошо, давайте потихонечку... Вот такая картина сегодня нарисовалась. Потихонечку заканчивать. Действительно, не очень весёлая у нас получилась программа. Хотя мы старались. Мне было весело, не знаю. Да, ну потому что как-то, в общем, когда шутки становятся реальностью, это уже немножко, уже как-то не до смеха, пожалуй. Но мы исправимся, я думаю, в следующей неделе. Да, ровно в 7 часов в пятницу на дожде. Снова здесь соберёмся. Андрей Горянов, главный редактор портала Слон.ру. Наташа Шанецкая, международный консультант. Слава Ширяев, бизнесмен. И я, Лев Парховенко. Увидимся ровно через неделю. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Умрём, напылается, да?